По просьбе мужа Аня передает деньги Лупанову, но тот требует удвоить плату. А Оля узнает от сыщика, что Аня прячет в доме какого-то мужчину и просит выяснить, кто он. Детектив, желая заработать, предлагает снимки из Софи. Но та выпроваживает наглеца, успев припрятать фото с силуэтом Саши и предъявляет снимок Потемкину. А Вовка с подачи Лупанова, запустив вирус в сеть, испытывает муки совести. Ну, товарищ майор, вы не поверите, Анна Мальцева встречалась с Лупановым. Да ты что? Этого не может быть, может быть случайно? Я не думаю, что эта встреча была случайна. Они что-то обсуждали, и Лупанов явно ввел в этой партии. Аня была очень расстроена. Да? Очень интересно. Интересно. А что же их может связывать? Привет, Гриш. Ну, смотри, Сережа, вот так, наверное, влетает птица счастья. Шутишься, да? Васин, погуляй чуть-чуть. Слушай, Софья Григорьевна. Что думаешь? На-ка, посмотри. А? Да. Да? А девчонка действительно не промаха. Не промаха? Мужичок завелся. Я была права. Теперь бы выяснить, кто это мужичок-то. Это же надо. Кто бы мог подумать? Гриш, ты слышишь меня, нет? Я тебя спрашиваю, ты сможешь выяснить, что это за мужичок? Да, Сонечка, слушай, ты лучше иди. Я прикажу, проследи за твоей невесткой. Обязательно я тебе все расскажу. Да? Да. А я иду. А ты обещаешь? Конечно. Ну, хорошо. Действуйте, майор. Действуйте. Обещаешь? Обещаю. Смотри мне. Да. Надо кое-что выяснить. А вы считаете, это нормально, да? Когда вы меняете правила игры непосредственно во время игры. Это что, честно? Давайте-ка так. Исходя из предмета нашего разговора, мы не будем употреблять таких слов, как «честно» или «не по правилам». Это будет более честно. А по-моему, это называется беспредел. Нет, это всего лишь соотношение сил. Если мыслить категориями игры, то у меня гораздо более сильная позиция. Именно поэтому я и требую больше денег. Извините, а вы не слышали такую поговорку, что клиент всегда прав? В нашей стране, молодой человек, гораздо более часто бывает прав продавец. Скажите, а если я сейчас решу не давать вам вообще ни копейки за этот доступ? Или обращусь к другим людям? Кому от этого будет легче? Ну, тогда я предложу в дополнение к доступу в компьютер известной вам дамы купить у меня нечто другое. Да. Интересно, что же? Секундочку. Вы здесь? Слушайте. Значит так, у меня есть восемь дней. Ровно восемь. За это время я бы хотел получить доступ. Слышали? Ну вот, как говорил один шахматист, у меня все ходы записаны. По-моему, коллекция таких аудиозаписей, начиная с нашей первой встречи, стоит немалых денег. Дептофончик прятал, да, в кармашке? Ты еще и шантажист, а? Второй раз, учитывая щепетильный характер наших взаимоотношений, предлагаю не использовать в разговоре морально-этические категории. Ау! Я здесь. Ну так как? Два товара практически по цене одного. Решайтесь. Я согласен. Отлично. Ну, присылайте жену с деньгами. Она у вас, кстати, очаровательная. Пошел ты. Ну как, вареница? Бесподобно. Правда? Вкусно. А вы знаете, это так здорово, что мы начали по утрам бегать. А то сколько лет живем в одном подъезде и все киваем друг к другу, киваем. Правда? Да. Ну что поделаешь, такая жизнь настала. Да. А раньше двор был центром жизни. Да. Все знали друг друга. Знали. Да. Дети все вместе играли. Все помогали друг другу. Делились. Делились. Да, радостью и горестью, да. Ну вы же помните. Да, были времена, конечно. Ох, да что, ну как я могу помнить? А, ну да, ну. Ведь вы же в то время были совсем девочкой. Да, совсем девчонкой. Но кое-что я все-таки помню. Мы по-человечески жили. Да. Вы знаете, все соседи ездили к нам в деревню, мы все вместе собирали яблоки, а потом мы варили в огромном тазу варенье для всех. Понимаете, для всех. Да, вот из таких райских яблочек. Да, вот именно из таких. И пока я не разошлась с мужем, да, бывает, это жизнь. Вот, и пока я не разошлась с мужем, вся мужнина родня такой вареньица ела. А теперь вот я одна, а мне одной. Много ли надо? Вот я и думаю, ну почему бы не угостить такого хорошего человека, как вы. Угощайтесь. Да. Оленька, дорогой, я просил тебя зайти, только не с таким унылым выражением лица. Ну что опять случилось, а? Ну что, опять нелады с твоей девушкой? Да. Только я не понимаю, что происходит. Ну ты ей хотя бы обрисовал перспективу, картину маслом, а? Обрисовал. И? Только вот все получилось, и наоборот, она меня отшила. Знаешь что, дорогой мой? Девушки боятся, что их парень, ну как тебе сказать, не справится что ли с красивой жизнью. Они боятся мечтать, они боятся, что у него ничего не получится. Значит, я ей это все зря говорил, да? Нет, не зря. Вот когда ты реально принесешь ей большие деньги, вот тогда она поймет, что все идет нормально, а сейчас, ну извини, смотри, ну жил себе бедный, нищий студент, и вдруг на тебе, канары, бриллианты, вот она и боится, что все это окажется пшиком. Вы считаете? Милый мой, я в этом уверен, потому что из всех психологических ролей для женщины наиболее дискомфортное это, ну как тебе сказать, утешать своего мужчину, который потерпел поражение. Вот этого они боятся. Правда, к тебе это не относится. Что случилось? Да ничего, все тоже, все те же. Сейчас с Лупаном разговаривал по поводу денег, шантаживают нас. Ну и что делать? Ну что делать? Придется платить. Слушай, ну в чем проблема? Давай заплатим и уедем. Мы же этого хотели. Аня, у меня такое ощущение, что ты ничего не понимаешь. Музыка. 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 Ой, здравствуйте, мама и папа. Здравствуй. Что-то случилось? Ничего не случилось. В гости к тебе пришли. Кто не позвонили? А хотели сюрприз тебе сделать. Ну правильно. Все, мам, никак не могу не привыкнуть к твоему цвету волос. Мама. Ну хорошо, хорошо. Чай будем пить? Будем. Ну что вы грустные такие? Не-не-не-не-не. Здравствуйте, Вениамин Симонович. Здравствуйте. А я вот вас пришла поблагодарить за розетку. Спасибо. Вот вареница вам принесла. Хотела бутылочку с собой прихватить, но думала, вдруг вам нельзя. Нет, почему? Можно. Ну, в небольших количествах, конечно. Ну, да. А за варенье спасибо. Принимаем. С благодарностью. Так, да. Что стоим? Да. Да вы проходите. Да, правда. Ой, спасибо. На кухню, пожалуйста. А вы что здесь делаете? Чай пью. А вы тоже проходите. Вы присаживайтесь. Мы сейчас вам тоже чайку организуем. Спасибо. Вы варенье принесли? Да. Из сочной вишни. Сорта Владимирская. Она, знаете ли, и в свежем виде очень сладкая. Как черешня. Да. Вы знаете, только в варенице от нее одна кожица остается. Ну, конечно. Те, кто варить не умеет, тогда кожица остается. Ой, господи, да что там ее варить, эту вишню. Засыпал в кастрюлю. Да, знаешь, смотри себе, что бы ни подгорало. А вот настоящее варенье из райских яблочек готовить не каждому дано. Да, чтобы сиропчик был прозрачненький. Да, чтоб со смородиновым листочком. Ага. Ага. Это хоть, чтобы какого-нибудь аромата ему придать. Правда же? Конечно, это тем, кому лень косточки из вишны выковыривать. Для тех есть просто яблоки. Ну, а тем, кому и яблоки лень порезать, тогда есть просто райское яблочко. А вообще-то оба варенья очень вкусные. По-моему, вообще тут нет предмета для дискуссии. Раньше-то у меня никакого варенья не было. Поэтому я рад любому варианту. Так что... А мы вам в этом поможем. Правда? Обязательно, обязательно поможем. Мы возьмем над вами шефство. Да? Возьмем шефство? Да. Браво. Ну, вот и хорошо. Так. Спасибо. Чай. Чай. Очень вкусный. Да? Ну, девочки. А, ну да. Чай. Как это тонко. Значит, вы считаете, что она боится того, что я стану неудачником, так? Ну, как тебе сказать, подсознательно, конечно, она этого боится. Но осознательно, конечно, хочет видеть тебя успешным человеком. Вот когда ты принесешь ей большие деньги, вот, тогда все будет в порядке. Ну, это когда еще будет? Ой, Володенька, гораздо быстрее, чем тебе кажется. Прошу. Держи. Это что? А это, дорогой мой, доля твоего гонорара за сделанный нами продукт. Он произвел колоссальное впечатление. Я же говорил тебе. Вирус у нас получится страшный и ужасный. Так что бери эти деньги со спокойной душой и купи ты, наконец, своей Марине подарок. Дорогой, хороший подарок. Понял? Хорошо. Ну, вот, а теперь проваливай. Пока. До свидания. Будь здоров, боярин. У вас жалко, что Сереженька-то спит, а? Анют, ну не держи на носу, а? Мам, ну за что? Ну, я понимаю, что мы тебя совсем забросили, и тебя, и Сереженьку. Не помогаем тебе, не подменяем тебя. Господи, мам, ну я же сама хотела самостоятельности. Вы-то тут в чем виноваты? Ну я же вижу, какая ты измученная, уставшая. Мам, нормально я. Все. Теперь мы с папой будем помогать тебе регулярно. Господи, мам, ну не надо. Ну зачем? Я все могу сама. Я не понял. Ты что, не хочешь видеть нас с мамой? Господи, папа, я люблю вас. Только у вас есть своя жизнь, работа, свои заботы, вы... Ты тоже наша забота. Анечка, в конце концов, ну мы же и внука хотим почаще видеть. Мам, ну я буду к вам в гости приезжать, будете вы видеть своего внука. Анют, я понимаю, что у тебя накопилась на нас обида, Тончик. Ну давай, давай общаться как раньше, а? Ну, мы же разные люди, в конце концов. Сережа проснулся, я... Вы допивайте пока здесь чай, я пойду его одену, мы вас проводим. Куда проводим? Никуда мы не уедем, мы только пришли. Да, ты его одевай, а мы как раз пойдем и погуляем с ним. Вот. И будем делать, как сказала мать. Аня, ну в конце концов, ну дай ты деду с бабкой, с внуком-то пообщаться. Подольше, а? А ты как раз отдохнешь, а? Ладно, пойду, оттену Сережу. Вот и иди. Видишь, какая она нервная, уставшая какая-то. Потому что надо принимать родительскую заботу, они кочевряжутся. Тш-тш-тш. Все. Понятно. Значит, вот какое неопознанное существо поселилось в квартире у Ани Мальцевой. Так сказать, пользуется отсутствием законного супруга. Да, товарищ Мальцев, конечно, все смутно, но, по крайней мере, хоть полобъекта определяется. Ну вот именно. Может, просто-напросто обычный любовник хозяйки. А может быть, это какое-то неопознанное привидение или полтергейст, или что-то в этом духе, как ты думаешь? Ну да. Я, естественно, должен нести ясность, да? А как же ищу? Фамилию, имя, год рождения, номер паспорта. Ну, конечно. По таким фотографиям только и искать. Ну, а как? А по каким еще? Только по этим и ищи. И не так, как в прошлый раз. Опять отправишь сержанта документы проверить. Ну, товарищ майор. Ладно, ладно, ладно. Все, все, все. 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 Не буду тебе напоминать о твоих прошлых промахах, тем более, что ты сам о них очень хорошо помнишь. Да. Значит так, с Аней Мальцевой глаз не спускать. Что-то там странное очень происходит в этом доме. Слушаюсь, товарищ майор. Привет, Антон. Привет, Ольга. Слушай, давай, может, встретимся сегодня часов в шесть, а? Встретиться? Ну, можно встретиться. Ой, нет, подожди, я же в шесть не могу. У меня другая встреча там назначена. А, понятненько. Другая встреча. А эти мальчика вызовут, да, Оля? Антон, ну что ты такое говоришь? Ну, просто так совпало. Ой, Антон, я не могу, не могу сейчас говорить, не могу. Все, пока. Сереженька. Оленька. А мы вот здесь гуляем. Маленький мой. Как я соскучилась по тебе, боже мой, солнышко. Как ты вырос. Анне, я понять не могу. Ты что, не могла их выпроводить? Я не знаю, соврать там что-нибудь. Я пыталась. Что ты пыталась? Надо было не пытаться, надо было делать. Зачем ты им ребенка отдала? Ну, как я могу не дать им ребенка? Это же мои родители. Ах, это твои родители, конечно. Ань, че, что у нас есть дело поважнее? Саш, ну, какое дело может быть и важнее родителей? Аня, тебе к Лупанову надо сейчас ехать, деньги ему передавать. Ты понимаешь, нам край. Да съезжу я к тому, Лупанову. Ну, что за проблема-то? Видимо, проблема в том, что у меня самая глупая жена в мире. Иди, поищи себе другого. Иди, иди. Иди, найдешь. Хорошо. Пойду. Сейчас только дела закончу и сразу же этим займусь. Давай. Давай. Лети, мой ангел, на крыльях любви. Ага, давай, давай. Таким образом, условия контракта чрезвычайно выгодны. Тем более, что мы берем на себя доставку. Ну, конечно, теоретически можно и нашим автотранспортом перевозить. Но если учитывать объемы поставок, то, конечно, лучше под это дело прикупить бортовые КАМАЗы. Ну, если с финансами сейчас тяжело, то можно в аренду взять. Да, но решать надо быстро и еще быстрее надо подписывать контракт. Конкуренция. Да, да. К тому же есть один нюанс. Нужно договориться. Так что, Софья Григорьевна? Так. Что? Что? Что, что, что вы хотите сейчас услышать? Ну, вы даете добро на эту деликатную часть соглашения? Надо еще очень хорошенько все взвесить. Так конкуренты ждать не будут. Тем более, что контракт хороший. Ну, контракт хороший. А чем мы все это перевозить-то будем? Ну, так я же предложил КАМАЗы прикупить. КАМАЗы прикупить? Да. Ну, в нашем состоянии нам сейчас только автобазу расширять. Ну, можно в аренду взять. Так вот. Вот. Вот с этого надо было начинать-то. Вот с этого. Так я и говорил. КАМАЗы прикупить. Объявление о снижении стоимости. Скажите, а перерегистрировать меня не надо? Ничего не нужно. Я же говорю, у вас абонементы. Они действительные. Так что вот зал занимайтесь, пожалуйста, на прежних условиях. Ну, спасибо, что старые цены восстановили. А то как-то начали заниматься, а тут бац, повышение цен. Да, бывает. Да, кстати, не все об этом еще знают. Вы можете письма электронные разослать, гонца послать. Хорошая идея, хорошая. Обязательно вас пользуюсь, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Здрасте. Здрасте. Привет, привет. Привет. Ну что у нас, возвращение блудных клиентов? Да, вот, возвращаются потихоньку. Да, снова будем вас заниматься. Давайте, занимайтесь. А, быть может, нам компенсация полагается? Конечно. Я сама лично готова вам на штангу повесить с двух сторон по десяти килограммовые гирьки. Я имею в виду финансовые. А это будет бесплатно. Да. Молодые люди, у нас здесь чисто физическая, да, компенсация. Ты справляешься? Да легко. Я пойду с бумагами поработать. Извините меня. Давай. Скажите, а как мне новый абонемент получить? Занимайтесь. Но у меня абонемента нет. Как нет? А где он? Ну, я его сдал в знак протеста повышения цен. А, в знак протеста. Понятно. Посмотрите, может быть, где-то здесь. Что же вы его сдали? Надо было его сжечь в знак протеста перед входом в клуб. Ой, вот он. Ну и слава богу. Так что занимайтесь. Ну, а теперь, господа, с вас компенсация. За то, что вы хотели оставить нас в трудное для нас время. Хорошо. Хорошо. Ну, что ты оделся, как шпион? Ты что, хочешь, у меня кто-то узнал, что ли? Да нет, ничего не хочу. Позвоню у Панова, я с ним позже встречусь. Спасибо, я в твоих услугах больше набуждаюсь. Сам все сделаю. Вам ленточкой перевязать? Да, пожалуйста. На день рождения дарите? Да нет. Ну, а в связи с какими же событиями? Ну, так просто. Хочется. Хотела бы я встретить того, кто бы просто так бы дарил такие подарки. Встретиться еще. Готово. Спасибо большое. Вам спасибо. За что? За покупку. А, да. Касса там. А, да, слева, да? Да. Спасибо, до свидания. До свидания. Ты знаешь, мы когда с папой пришли в конюте, Сережа спал, мы пошли пить чай, ну, поболтали, а потом Сереженька проснулся. Мы захотели с ним погулять, но у меня такое ощущение, что Анюта не очень хотела этого, ну, чтобы мы с ним гуляли, общались. Да? Да, ну, ее странная стала какая-то. Мне кажется, она вообще просто даже не понимает, что Сережа это не ее частная собственность, что это личность, в конце концов, это живой человек. Ой, любимый. Да, правильно, детка. Действительно, глупо как-то, мне кажется, на месте Анюты отказываться от любви. Такой замечательной, такой, солнышко мою, заботливой тети. Ну, да, Вань? Да, конечно, чем больше человека любит людей, тем же ему лучше. Правильно. Вот правильно, папа. Я вообще не понимаю, почему наши законы так жестко ограничивают количество родителей. Вот почему у ребенка не может быть две мамы, например, ну, или два папы. Дочка, ты что-то маханула. Как это два папы? Ну, я же это так, гипотетически. А вы знаете, а мне кажется, действительно, это условности все. Главное, чтобы любить друг друга, да? Да. Мы же родные люди. Вот, и никогда не надо об этом забывать. Ой, солнышко. Алло, Марин, привет. Как ты смотришь на то, чтобы встретиться? Володь, наверное, у меня сейчас не получится. Да, ты занята? Ну, давай я к тебе приеду. Мне сейчас не очень хочется встречаться. А что случилось? Ты уже не хочешь меня видеть? Давай просто сегодня не будем встречаться, хорошо? Марин, я тебе подарок купил. Дорогой, шикарный, Марияша. Володь, я понимаю, что узнав о дорогом подарке, я должна сказать, что уж в таком-то случае я готова встретиться. Но в данной ситуации это ничего не меняет. Извини. Ой, а вот и мы. Ой, как нам пришел. Привет. Это вы специально так договорились или случайно встретились? Тань, вот прям сидели дома и думали, как вот нам так придумать, чтобы Ане неприятно сделать? Пойдем к маме. Девочки, не ссорьтесь. При Сереженьке нельзя, детям же все передается. Вы хотите, чтобы он стал нервным и дерганым? В конце концов, если не хотите просто так мириться, хотя бы наладьте нормальные отношения между собой. Анечка, пойди отнеси Сереженьку, раздень его, уложи, а вы потом, я буду вас мирить. Ну что вы на меня так смотрите? Я вообще человек мирный, но если меня так сходу встречают... Оль, ну прости ты ей, ну в конце концов, я же муж бросил. Да, конечно, меня же муж не бросил, со мной можно как угодно. Дочь, нельзя так. Ну что вы? Туда или уходите уже? Идем на кухню пить чай и мириться, да? Да, Анечка. Пойдемте на кухню. Могу, конечно, в гостиной вам накрыть, тапочки дам. Проходи. Папа. Ладно. Вот, Тина. А где же ваша очаровательная жена? Впрочем, понимаю, Джеймс Бонд никогда не подставлял своих подруг. Он сам бросался в самые рискованные приключения. А вы прямо как Джеймс Бонд. Очки, кепка, какие-то чудеса, перевоплощение. Может быть, хватит иронии? Я сюда пришел по делу. Поэтому давайте, что принесли. Ну, знаете, как говорили классики, утром деньги, вечером стулья. Не бойтесь, вас никто не обманывает. А я и не боюсь. Потому что не даю себя обманывать. И сам никого не обманывает. Прошу. Ну что? Всего вам доброго. Привет, ваши очаровательные супруги. До свидания. Надеюсь, что мы с вами больше никогда не увидимся. Вы плохо знаете фильмографию Джеймса Бонда. Никогда не говори никогда. Да. До свидания. Ой, вы последний. Да, самый старательный. До свидания. До свидания. Приходите. Ну что, рабочий день закончился? Закончился. Пошли домой. Может быть, еще немного здесь совсем так чуть-чуть поруководим? Ну, просто ушли все. Ты, конечно, можешь поруководить мной, если хочешь. Нет, ну, я-то вообще на птичьих правах так, в роли подчиненного. Ну, а я с вами с. Могу поруководить дома. Пойдем. Хорошо. Все, как скажешь. Субтитры сделал DimaTorzok. Алло, Марина, это я. Я под твоими окнами. Это, конечно, твое право не встречаться со мной. Но мне бы хотелось, чтобы ты объяснил, что происходит. Хорошо, ждем. Евгений Васильевич. Как вы считаете, на Тюрмор ты сейчас в моде? Удастся продать вот этот? Да сейчас вроде пейзажи лучше идут. Но это на ремесленном бытовом уровне. А у тебя же уровень совершенно иной. Да мне бы на любом уровне продать лишь бы. Выйти бы на знающего человека. Что мог оценить? На московскую бы галерею выйти. Не до Москвы сейчас. Деньги нужны срочно. Коленька, ну как ты собираешься продавать? Ну вот дали мне один телефончик. Говорят, человек берет картины на реализацию. Ну и что, вот так вот отдашь бы с гарантией? Ну а что делать? Ну вдруг какой-то вообще авантюрист. Так возьмет картины и с концами. Ну нельзя же отдавать непроверенные руки. Ну а где же их взять-то проверенные? Ну нет времени. Ну ты погоди, не спеши. Я узнаю насчет твоего телефона. Есть у меня еще один канал. Ой, не хотелось бы к нему обращаться. Но если выхода нет, то лучше так, чем отдать картины и потерять все. Евгений Васильевич, можно вас попросить только побыстрее? А сейчас мне нужно звонок сделать. Я... Да, да, конечно. Пойду проверю твой телефон. Привет. Привет. Садись. Я чувствую, что ты ко мне по-другому стала относиться. Что-то изменилось? Ты изменился. Я? Я изменился, да? Да. Марина, ты для меня все точно так же не безразлична. Я хочу связать свою жизнь с твоей. А вот ты... Вова, ты очень изменился. С тех пор, как ты стал зарабатывать большие деньги, ты стал совсем другим. Да. Да, раньше я зарабатывал на карманные расходы, и нам было с тобой хорошо, нам хватало времени. Но сейчас я думаю о нашем с тобой будущем. Ты не подумала о том, что этого будущего может не быть, если ты так усердно будешь на него зарабатывать? Аня, вот сейчас вот знаешь, сколько человек снимают каждое лето дачу там или дома для детей за вешеные деньги, между прочим. А у нас комфортабельный дом в деревне. Да, папа. Ты видел этот комфортабельный дом? Горячей воды даже нет. А Сереженьку вам нужно каждый день купать, в воде определенной температуры. И вообще, пап, нужно же к педиатру ходить. Аня, я тебе не на автобусе предлагаю ездить. Если надо, каждый день буду приезжать на машину, к педиатру ездить. Аня, ну действительно, ты подумай сама, какая в городе экология? Разве можно сравнить деревню? В деревне же там воздух свежий, у Сереженьки сейчас. Фундамент его здоровья закладывается на всю жизнь. Ты посмотри, какие деревенские дети здоровые, крепкие, а? И бабушка там будет помогать, и рада быть. Да. Аниночка, мы не давим на тебя. Ну подумай еще раз хорошенько. Может быть, действительно, тебе лучше сейчас с бабушкой пожить. И погода как раз наладилась, а? Да. Я открою. Таню-то долго нет. Что там? Осторожно. Саша, мне полноту, братни. Саша, что вы терпите? Анечка. А что, кто-то в гости пришел? Да это соседка приходила, спрашивала. Их просто затопило, она спрашивала к нам, не затекло. Ой, слушай, давай я папу позову. Может быть, он посмотрит, там трубы или что. Не надо, мама, они уже сантехника вызвали, все нормально. Уверена? Ой, слушай, это Оля жужжит. Оля, тебя к телефону, твой телефон звонит. Оленька, ты где? Сейчас, сейчас, мам. Алло? Привет, Оль. Коля, привет. Ну что, как договорились, встретимся сегодня? А я забыла. Ну, извини, пожалуйста. Давай завтра, а? В это же время. Ну, хорошо, давай. Это законы всего человечества. Мужчина зарабатывает и обеспечивает семью. Заботиться. Заботиться о ком-то или о чем-то. Для тебя сейчас я и наша возможная совместная жизнь отходят на второй план. Ты так говоришь, потому что ты не привыкла жить в достатке. Ты почему-то убегаешь от этого. Ну, Вова, ну мы же жили как-то нормально без этой твоей работы. Да, жили. Но в один прекрасный день так случилось, что моему отцу понадобилась срочная, дорогая операция. Дорогая. Если бы не один человек, то его бы сейчас не было на белом свете. Да, я понимаю. Это тяжелый момент. Но такое может случиться в жизни, ну, несколько раз. Но нельзя же посвятить всю свою жизнь зарабатыванию денег и откладыванию их на черный день. Да почему на черный? В обычные дни тебе что, деньги не нужны, что ли? Сейчас все семьи из-за этого распадаются. Из-за нехватки денег появляются ссоры, скандалы. Да только недалекие люди скандалят из-за денег. Или те, которым друг на друга по большому счету наплевать. Почему ты хочешь жить в бедности? Ну, не в бедности. Скромность, и тебя это устраивает? Почему я должен покупать какую-нибудь дешевую ерунду? Почему я не могу позволить тебе купить что-то настоящее? На, посмотри, полюбуйся. Мне не нужно. Посмотри, пожалуйста. Вова, я тебе сказала уже, я не буду принимать дорогих подарков. С чего ты взяла, что он дорогой? Ты же мне сам сказал, что это дорогой шикарный подарок. Ну, вот видишь, это показатель. То, что для тебя достоинство, для меня недостаток. Я тебя не понимаю. Вот именно, Вова. В этом все и дело. А раньше понимал. Вовлево. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok